Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы с радостью поделимся с вами новостями марта месяца, который в Церкви Спасения был провозглашен месяцем стабильности. Возможно, для кого-то этот месяц был наполнен какими-то трудностями, переживаниями, и вам порой показалось, что стабильности не хватает. Но мы хотим ободрить вас и сказать, что наш Бог – он всемогущий, и наш Бог всегда стабилен. Делая добро, не унывайте! Этому учит нас Библия. Для каждого из нас есть прекрасная возможность сделать добро, принеся в наш обновленный пункт материальной помощи хорошие, опрятно приготовленные вещи. Кому-то они могут послужить. Талончик на продуктовую помощь можно получить у диакона своей домашней группы. Этот месяц был наполнен прекрасными и интересными служениями. 17 марта на поместной церкви города Вишнево состоялся удивительный вечер хвалы и поклонения. 23 марта центральное служение было посвящено Дню Библии. В гостях у нас побывал представитель Украинского библейского общества Владимир Броновицкий. А словом поделился епископ всеукраинского союза христиан верой евангельской Михаил Паночко. Особенно приятным воспоминанием месяца, а особенно для женщин, было поздравление с Международным женским днем. На центральном служении пастор церквей спасения епископ Филипп Михайлович Савочка сказал особые слова благодарности и благословения для сестер. А на поместной церкви города Вишневого женщин порадовали вкуснейшими подарочками и словами-сюрпризами из Слова Божьего. Прекрасной новостью для нас стало присоединение к объединению спасения двух церквей. Одна из города Миргород, Полтавской области, вторая из села Скородысты, Черкасской области. В нашей новой студии в этом месяце закончили разводку коммуникации и залили полы. ДИСКОЙ САМОТОРА Хотим напомнить, что после каждого служения можно приобрести DVD-диск с этим же служением, но по очень символической цене. Такой диск может стать подарком для того, кто никогда еще не был в церкви. Много кто уже приобретал или просто видел эту видеопродукцию, но мало кто знает, где и каким образом она делается. Поэтому предлагаем вам маленькую экскурсию за кулисы видеостудии. Сейчас мы поднимаемся в видеостудию. Она находится в таком потайном месте, и мы вам сейчас все покажем. Идем! Наверняка мы начнем с того, что я вам так скажу. У нас здесь две комнаты. Это режиссерская и самая студия. Но мы начнем из студии. Идем, идем. Вот наше место работы. Первое наше место – это место для линейного монтажа. Здесь сидит режиссер, который в прямом эфире монтирует служение. И вы можете сейчас это и видеть. Дальше мы вас познакомим с директором видеостудии. Это Степанов Борис. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот у нас здесь сет компьютеры, на которых осуществляется как и фоторедактирование, так и потом монтаж видео, разных новостей наших и прочего. На следующем компьютере у нас захват служения, то есть запись, прямая запись на компьютер. Далее, с этого компьютера, если вы сидите дома, то осуществляется именно интернет-трансляция. Слева от меня сидит оператор проектора, который запускает слайды, и звукооператор, который контролирует звук на наших записях. А также прошу познакомиться с старшим видеооператором нашей студии – Александром Кривуценко. Здравствуйте, Александр! А сейчас мы вам покажем, как именно делается наш свежий хлеб. Но для начала нам нужно взять мастер-диск, с которого мы будем делать тираж. Идем! Вот в этой комнате у нас и делается наш тираж. Вот я отдаю этот диск Роману, и он дальше будет уже копировать его. У нас стоят машины для того, чтобы копировать саму информацию. И здесь мы видим принтера, который печатает наш свежий хлеб. Можно сразу же достать, увидеть, что что-то недопечаталось, но это все исправит. Компьютер, сразу же просматривается информация, которая записалась. И, в принципе, это все. Все, что мы можем вам показать. В каждом выпуске новостей мы будем знакомить вас с одним из отделов Церкви Спасения, так как сегодня мы познакомили вас в видеостудии. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Почаще улыбайтесь, радуйтесь незначительному, живите в мире с Богом, с собой и с людьми. До свидания! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok